Вот теперь включил эту запись, да, он предупреждает, запись пошла. Итак, двухсловак, да, зовут меня Анатолий Всегнеев, живу на Украине, в городе Харькове, мне в следующем году 50 лет, в теме ЗОВ получается я 16 лет. У меня много тысяч клиентов по всему миру, которым я передаю знания. Знания, как я всегда говорю, эти знания не чатаются, нигде не издаются, никогда не будут. Почему? Потому что никому не выгодно. Это невыгодно государству, потому что вам надо будет платить пенсию, многое долго, невыгодно. Это невыгодно врачам, потому что вы не перестанете ходить по аптекам и болеть, а это деньги и страховки, в случае, если мы говорим про Америку. Поэтому это закрытая информация за всеми печатями, хотя ее нужно передавать, как я говорю, из уст в уста, из поколения в копление. Назовательная концепция здоровья, сейчас коротко ее расскажу, в чем сила ее, и вы быстренько все поймете. А потом вопросы-ответы, почему-либо у нас полчаса 10-40 минут, пока есть в зоне, время ограничено. Любой человек на Земле, неважно, где он живет, в Австралии, в Мексике, где находишься, либо в Харькове, где я живу, состоит из миллиарда клеток. Эти клетки рождаются, умирают постоянно, вы это знаете со школы, восьмой класс биологии. Мало, кто об этом помнит, но через три года у нас сами будут все новые мягкие ткани. Новые печенка, селезенка, волосы, глаза, все по-женски, все будет новое. Три года. У всех свой срок, ну, если все округлить, три года. Через семь лет у нас будут новые кости, а не жечь, надо больше времени, чтобы становиться. Поэтому Гиппокат и говорил, ну, то, что мы едим. Из наших клеток, миллиарда клеток, состоят наши ткани, жизнь белковых тел. Из наших тканей состоят органы, печенка, селезенка и все остальное прочее. Наши органы соединяются в системы. То есть, дыхательная система, репродуктивная, порнодельная, кровитворная, нервная, педофизическая, да, лимфатическая. Их 12. А 12 систем это есть человек. Чем занимается у нас традиционная медицина? Она занимается органами. Поэтому есть врачи, которые называются кардиолог, фрактолог, стоматолог, окулист. Каждый лечит свой орган. Нету системных врачей. Именно поэтому они могут дать ладу человеку, чтобы он был здоров. Именно по этой причине существует 26 тысяч видов диагнозов и 350 тысяч видов лекарств. Поэтому путаются все в этом. Мы пошли немножко дальше, мы пошли немножко глубже и просто поняли одну простую вещь. А чего здесь у человека здоровье? Первая вещь, это, конечно, наша ДНК, наследственность. Это 14-13 процентов. Но на это повлиять мы не можем. Или можем чуть-чуть совсем. Вторая вещь, это экология. Можно ли на них повлиять? Ну, в принципе, наверное, мы можем. Если вы готовы уехать куда-нибудь жители, там, в горы. Третья вещь, которая на нас влияет, это психология, психосоматика. Прежде чем лечить кишку, надо вылечить башку, если я говорю. У вас все проблемы в голове. Четвертая вещь, это наша физкультура, физическая активность. То есть мы очень мало отсидвигаемся. И пятый пункт – вода и еда. Вот я сегодня расскажу только про один пункт, хотя они все важны. Вот это вода и еда. Мы с вами состоим на 70% из воды. Опять-таки школьный курс, ничего, Америку не открыл. Но есть вопрос, как такой воды. Не из фильтра, не Эвен, не Перье, не поверьте. А биодоступная вода. Вода, которая имеет определенные свойства. Какие? Она структурирована, она имеет правильный МПХ, она должна быть отрицательно заряжена. Когда мы с вами эту воду не получаем извне, то наш организм получает все наши ресурсы и тратит нашу энергию для того, чтобы эта вода стала такой водой. Вот я здесь воду беру к кристаллу. Очень классная вода. Не знаю, есть ли она в Америке, в Мексике она есть. Хорошая, мягкая вода. Ну, она мягкая, она хорошая, но я кидаю туда еще свой продукт, коралл, о котором вы знаете, и уже делаю ее биодоступной. Люди, которые клют такую воду, занесены в книгу рекордов в Гиннесе как долгожители. Это еще известно, 76-го года книгу рекордов в Гиннесе. Я там сам был на этом острове, был в Токио, был на Кенаве, там несколько тысяч долгожителей сейчас проживают. Нет ни одно место на земле, где столько людей живут долго. Одно из свойств, самое главное, это вода. Поэтому очень важно именно поэтому пить воду, нашу коралловую воду, которая называется детокс. Именно просто коралл этого мало. Именно программа Coral Detox, если деньгами туго, если деньги есть, то Coral Detox Plus. Именно эта программа меняет нашу внутреннюю воду, наш внутренний аквариум на ту, которая необходима, чтобы наша батарейка не садилась. Что такое батарейка, я тоже объясню. Я обычно всегда рисую, буду показывать вам. Батарейка, написано на ней человек. Что такое чело? Голова. Век 100 лет. Человек живи 100 лет. Мы с вами даже жить 100-120 лет, об этом все уже знают, доказано уже всеми учеными. А живем в среднем 70 лет. Куда уходит 50 лет? Первое. На то, чтобы из пустой воды, фильтрованной, чистой воды, сделать воду биодоступной. То есть, как нам помочь прожить дольше, качественное? Первое. Начать изначально пить воду, потому что наш организм ее сам не переделывал внутри нас. Изначально живую, то есть коралловую. Другой ресурс, который нужно понимать, у воды есть, это количество воды. Все вы знаете, что нужно пить 30 миллиардов на килограмм веса. То есть, если у вас есть 100 килограмм веса, ваше 3 литра. Если у вас 50 килограмм, ваше 1,5 литра. Все. Как это легко проверить? Если вы ходите по маленькому в туалет, и моча у вас имеет цвет и запах, то есть воняет, да? Все. У вас внутри болота. А как говорят, болот и черпи вводятся. Слышите такое выражение? Даже лучше-то не черпи, а паразиты, глисты, вирусы, бактерии. Называем мы это сокращенно АБВГД и ПП. Перевожу. Агрессия бактерий, вирусов, грибков и других простейших паразитов. В том числе онкоклетки. Это все здесь. Именно раньше всегда говорили, те, кто в России, в Украине жил. Помните, раньше говорили там, Ир, пойдем червячка заморим. Вот. Так вот, что такое пойдем червячка заморим? Именно об этом мы говорили. Пойдем глистов покормим. У нас у каждого они есть. Врачи вред, иди, купи лекарства в аптеку, типа вермил, декалис, я не знаю, какие-то в Америке лекарства, которые одной таблеткой вливают все. Но это очень-очень вредно. У меня есть случай, в этом году произошел, на Бережных Челлах, когда в России человек купил такую таблетку, выпил ее, через день он умер. Когда его вскрыли, показалось то, что у него было несколько килограмм глистов, все они внутри у него сдохли, была дичайшая интоксикация, и ранее в саде не отправился, и он умер. Поэтому нельзя их убивать внутри себя. Их надо выводить, создавать им условия. Поэтому наши бабки из поконников знали это. Они давали полы, пижму, пищелистник, тыквенные семечки, молоко очень знакомый, горечи. Вот сейчас мы в Мексике. Что основное вечно? Здесь вечно тепло. Что у них есть в еде? Конечно, острое. На Руси изначально было, если это был горщ, сюда брали чеснок. Если это был суп, то давали сюда лук. Была аджика. Это все острые препараты, которые ненавидят наши паразиты. Что они любят? Они любят мучное и сладкое. Вот здесь люди, которые прямо молодо трулись, а хочут сладкого. Это говорит о том, что внутри в них живут грибок. Этот грибок уделяет ферменты, и человек просто хочет есть сладкое и ест. Вот эти грибы потом вызывают со временем онкологию. Поэтому эти вещи надо тоже мониторить. Что получается? Если мы сами пьем воду и пропиваем раз хотя бы в полугода порошилк, есть такая программа, паразитарная программа, то первое, что мы уже убираем, наших паразитов с нас. То есть те витамины, которые мы сами кушаем, они у нас отсваиваются. Часто ко мне приходят мамочки и говорят, вот вы знаете, я моложе себе мондаю витамины, все хорошо. Я говорю, окей. А я говорю, когда послаживаю блистовали? Она говорит, зачем? У нас типа нет собак и кошек. Я говорю, что вы думаете, что только у собак и кошек есть блисты? Самое большое количество блистов найдено на деньгах. Потому что деньги ходили из кармана, в карманы, из рук в руки, у кого тут они не были. И пристыкла. И каждый день вы держите в руках деньги. Вы едете в транспорте, вы берете за ручки, вот там у большого количества блистов. Но собак этот, тому собой. Поэтому это нужно делать регулярно, даже не сдавая просто анализы, потому что чаще всего там ничего не найдут. Потому что инкубационный период паразитов 21 день. То есть, если вы не попали, когда он рожает потом с тобой, там ничего не будет. Второе, калл должен быть горячий, когда его сдаешь. Третье, в конце концов, кто там будет рыться в ваших какашках, чтобы показать у тебя глистов? Ну да. А мы у себя, по крайней мере, на Украине пробовали. Мы подсаживали глистов, сдавали калл, его не находили. Вот и все. Никто ничего не хочет искать. Вы должны до счета как-то понимать. Поставили штамп, и все. Это недоказуемо. Дальше поехали. Третья вещь, о которой мы сегодня поговорим, коротко, это система очищения, детокса. У нас аминский шейчник. Это самый такой длинный орган, несколько метров длиной. И он очень плотненько, вот он у нас уже уложен. Вы наверняка, когда как хозяйки, свидетели, когда-нибудь, может быть, слышали запах, когда у вас сифон на кухне забивался, наверняка было такое, да? В утро жизни, какая там стоит война. А задайте себе просто-простой вопрос, а что попадает в мойку на кухне? Все говорят, обедки. Я говорю, стоп, стоп, стоп. То есть я правильно понимаю, вы обедками питаетесь? Все говорят, нет. А что там попадает? А все это очевиднее. То, что вы не доели с вашей тарелки. То есть пища. Так вот у нас с вами колено, оно одно всего лишь. А с кишечником много. Именно по этой, по всей причине, там забиваются калловые массы, всякая слизь, грибки могут расти. Все там может быть. И мы не выбирали. Я говорю, когда, как часто вы науете в голову? Каждый день. А когда, как вы купаетесь? Каждый день. А зубочистите? Каждый день. А квартиру выбираете? Ну, раз на неделю. А когда, например, вы выбирали храм души своей? Написано в Библии. Село. Храм души нашей. Замин надо ухаживать. Как? Никто ничего там не убирает. Все. Поэтому нужно обязательно раз в полгода минимум. Я делаю чаще. Сейчас я уезжал, купил себе калаваду. Сейчас перелечу с Мексики с отдыха. В конце месяца. С 1 августа захожу на очищение организма. Все. Я делаю 3-4 раза в году очищение. Потому что я могу, опять-таки, привезти к паразитам отсюда, непонятно каких. С Мексики и так далее и так подобное. Поэтому я никак не гадаю на кофей на гуще. Я просто взял, купил, пропил, забыл. Почему это еще важно? Там, где все у нас усваивается с вами, там, где все это лежит, то половина витаминов наших, минералов, что самое ценное, что мы кушаем, пищи, проходит просто транзитом в унитаз. Оно не усваивается. Поэтому надо все эти ворсинки поднять. Калават дает возможность сделать. Минимум раз в полгода надо чиститься. Подводим в итоге, что у нас есть. Вода, система чечения от паразитов, система чечения кишечника и только потом питание. Только потом. Вы можете сколько угодно покупать самые лучшие витамины в мире, но если вы этого не делаете, то первым, знайте, что ваши витамины кушают паразиты, глисты. Они очень живые, они любят витамины, минералы, даже как ваши, как и вы. И они, опять-таки, все это забирают у вас. И дальше половина уходит транзитом в унитаз. Если вы не готовы тратить деньги просто так на ветер и кормить своих глистов витаминами, то давайте это то, что мы будем делать. Это есть программа, называется программа 90 дней. Которые люди просто приходят, есть готовые паковые решения, он купил пак, пропил, купил второй пропил, купил третий, купил четвертый и выходит на питание. И так полгода. И раз в день нужно кормить клетку. Что такое кормить клетку? Это не пельмени, это не борщ, это не оливье, это не пицца. Там ничего живого нет. Потому что все это вареное, жареное, пареное, там ничего, понимаете, это все погибло. Потому что при температуре больше, чем 60 градусов погибает все живое. А мы с вами делаем 100-200 градусов температура, там нет ничего. Соответственно, мы недополучаем витамины, минералы, базы не получаем. Поэтому на помощь прислали био-жизнь-добавка, био-жизнь-добавить. Есть антибиотики, анти, против, био-жизнь, убить жизнь, а есть био-добавка, добавить жизнь. Это как приправа. Как будто вот вы взяли кардамол, перец, соли, это все приправы, это все бады, это все сейчас назвал, обробовались, это все добавки, это все бады к пище. То же самое я покупаю бады к себе в пище. Я беру рыбежир, я беру лецитин, я беру цинк, я беру селен, я беру витамины С, витамин Д, и все это просто и выпиваю раз в день. Каждый год в день. Почему? Моя клетка рожает потомство две же секунды. Делится. Делится. Так вот, от того, чем я ее покормлю, зависит, какая она родится. Здоровая или больная. И это очень важно понимать. Когда люди у нас приходят и идут по этому пути, то через 90 дней именно столько вида изменяется, что все им говорят простую вещь. Что ты с собой сделал, почему ты так молодел? Все. Вот это самое в Москве. Это 90 дней. Представьте, что будет через три года. Три года меняются клетки. Если вы три года на этой программе находитесь, за три года вы обновляетесь. Вы встречаетесь со своими одноклассниками и вы дико удивляетесь, почему они так потолстели, полосели, посидели, кожа, морщины, а вы нет. Вот в следующем году 50 лет. Когда мы с вами уже увидимся, я надеюсь, когда-нибудь увидимся, сейчас он подал на визу. Ну, сейчас такая большая проблема, только на 22-й год пообещали мне открыть визу. связами. Прилечу, вы увидите. Я не скажу, что я прям веду идеальный правильный образ жизни. Я не веду идеальный образ жизни, но стараюсь, по крайней мере, это делать, потому что у меня седобода, система, очищение, детокс, и все остальное. Благодаря этому у меня есть клиенты, которым я это передаю, которые получили результаты. Самая моя большая гордость, я вчера об этом рассказывал, нечетки мне общался, это дети. У меня десятки рожденных детей в семьях, где был поставлен официальный диагноз бесплодие. Мы идем по этой программе. У людей уходят аллергии. Если взять из-за меня, то я, у меня минус 16 кг, у меня ушли седые виски, у меня на локтях был постарелся, у меня были многолетние запоры, я мог неделю побольше у меня ходить туалет, у меня были страшные головные боли, седые виски, сейчас этого ничего нет. Взять мою жену, Наталья, она переболела в детстве, Боткина, желтуха, он что-то помнит из вас такую болезнь, да? И у нее была проблема с печенью. Все, она выпивает пузырь вина, ей плохо, она слила кусок сала, ей плохо, жирно, все, жилочь стояла. Нам сказали, что это не лечится, прокалывали иногда сенсуали, лекарства прокалывали и все. Тогда пошли в параме 90 дней, сейчас все окей. Сейчас мы с ними спокойно покупаем бутылку вина, или мы бутылку шампанского блюда, вдвоем убиваем в одном глазах и салам закусываем. Ничего не болит, все работает, слава богу. Опять, что в чем теперь программа 90 дней? Мама моей, 73 года. У нее были суставы начали повыкручивать, такие шишки появляются, когда крутят суставы. То же самое. А я знаю, что это такое, это просто бактерии живут в суставах, они не разъедают вирусы и бактерии. Помните, я об этом говорил? Все, мы с ней купили колобаду, сделали минус 25 кг, давление нормализовалось, и суставы прекратило крутить, то есть боли ушли в суставах. Потом купил белурон, пропили, сейчас купил коллаген появился ей, для того, чтобы суставы смазка была. Поверьте мне, если вы с ней куда-то пойдете в магазин, либо на рынок, вы умрете, а она будет бегать с сумками, и вы не догоните ее. 73 года, как олень, как сайгак бегает. Вот и все. Вот что делает продукт, и поэтому я сначала попробовал все это на своей семье, а теперь я спокойно разговариваю со всеми людьми, неважно, кто они, врачи, не врачи, потому что ни инврач не может поспорить с этой информацией, которую я дал. В принципе, я закончил, если есть вопросы по этой тематике, я готов на них ответить. Включайте микрофоны в нижнем левом углу, если вы с телефона микрофончик нажимаете и говорите. У нас с вами 10 минут просто есть, я поэтому быстро всегда старался говорить, чтобы мы по максимуму поговорили. Всегда вопрос какой задают, если у меня нет желчного пузыря, это не страшно? Мне можно этой программой пользоваться? Можно. его же уже нету, поэтому что переживать? Если бы он был, там были камни, его уже нету, все нормально. Без проблем. Альберт Зер, который придумал Калаваду, у нас на Калаваде, я не знаю, у вас в Америке, у нас написано в СНГ беременном, беременным, у кого там есть проблемы с желчью, типа нельзя написано. Я с ним лично знаком, он живет в Канаде, он пастор, такой очень верующий человек, ему 90 с лишним лет, прекрасно выглядит, они 60 лет вместе с супругой живут уже, вот я супругу знаю хорошо. И он говорит, ребят, когда я создавал Калаваду, я продаю уже 35 лет, но у нас на рынке она получается 23 года, а на рынке Америки она продается 35 лет, на рынке Канады. И страх состоит, который там нет противопоказаний, это можно даже беременным. Но по закону этикетки положено написать посредством с врачом, беременным, то есть подстраховываются, да? Я всегда говорю, когда люди покупают лекарства, они даже не читают вот эти бумажки, ну, во всех этих бумажках в 90-х пациентных кучах написано «Возможен летальный исход». И все пьют таблетки эти и лазы не мордуют. Понимаете? Вот это удивительная вещь. Давайте, Чингис, не стесняйтесь, включайте микрофоны, какие есть вопросы, давайте поговорим. А можно вопрос не по самой Калаваде? Конечно, конечно, конечно. Да, мне просто интересно, какие-то вот в вашей жизни, в жизни знакомых людей, были какие-то вот такие случаи, которым что-то реально помогло вот как бы из тех, ну, из тех продуктов компании, которые есть. То есть я еще как бы новичок в этой, ну, об этом слышала, обо всем, но еще, может быть, не так много. Мне просто, я сама пообразила. Помогла от чего? Ну, от каких-нибудь заболеваний. Я в медицине работала. Если компания, да, если компания 23 года на рынке, уже 6 миллионов потребителей по всему миру, как вы думаете, это работает или как это работает? Ну, да, да. Вот поэтому, да, вот мне интересно, допустим, что вы что-то встречали вот в своей практике, кому что-то вот реально помогло? Если я вам буду рассказывать то, что я встречал, вы как медик, вы не поверите в это. Я даже такие вещи не рассказываю. Ну, можете говорить, хотя бы вкратце. Это не поддается никакому. Ну, давайте расскажу из таких случаев. Есть у меня Ольга. Могу познакомиться, захотите. Не все просто хотят об этом говорить, но могу сказать. Она у меня была потребителем буквально месяц. Тут звонит мне дочка и говорит, Анатолий, у нас онкология, четвертая степень. Это ставят почти ко всему телу, дают вишече. Я сразу, если я за таких никогда не берусь, я сразу говорю, я никому помочь не могу. Она не встает, она говорит, а дочка уже со мной давно знакома ее. Ну, ты же говорил, что там где-то у кого-то есть. Я говорю, пойми, любой онкобольной он пытается за соломинку. Он готов что угодно пить, лишь бы от этого уйти. Но я не хочу этим манипулировать, во-первых. Во-вторых, я не даю гарантии, я не знаю, на каком, я в нем возрасте, в организм, на каком там стадии, понимаете, это все. Поэтому я так и с таким людьми стараюсь с меня работать. Я говорю, идите к врачам, облучение, химиотерапию. Вот восстанавливаться уже после этого, ко мне приходите. Тут я помогу, у нас есть все для этого. А чтобы конкретно уже когда такие, видите, нет, она говорит, ну давай хотя бы облегчим, посоветую. Я ей даю, естественно, там нельзя никаких очисток, никаких паразитарок мы не делаем. Я ей даю очень мощные вещи, чтобы печень поддержать, потому что у нее пошла химиотерапия, облучение. Какие это вещи? Выпадали, да, с людьми. Какие вещи? Что-что? А, что именно даете? Ну, допустим, артишок у нас есть такой. Артишок, к примеру. Да, а потом обязательно я даю все наши, вот это у нас есть спирулина, хлорелла. Это такая водоросль, в которой есть все необходима. Ну, да, да. Потом убираем все мучное, все сладко, да, и даем всю зеленку. Мы называем это, например, с собой зеленка. Вот такие вещи даем, чтобы в клетке. Потом берем продукты такие щелачивающие, допустим, мы берем там цинк, селен, потом у нас такой H-500, молекулярный водород у нас есть, куча приметра получена. И начинаем, дочка начинает ей давать. Через 6 месяцев ее выписывают. Врачи с вами были в шоке, вот, ей сделали химиотерапию, облучение, но гарантии не давала. Ее отпускают. Ее только опускают, через месяц опять звонит мне Дария, дочка так зовут, Дария, не Даша, а именно Дария. Это натуральный инсульт. Парализовала левую сторону, она не говорит, язык, рука висит, нависит. Помоги, я говорю, а это уже мои клиенты, тут из-за левокуш, у меня у отчима два инсульта было на моих руках, вот я знаю, как с кем работать. Я опять-таки приезжаю к ней, Оля, жить хочешь? Она говорит, я говорю, будешь пить, что я скажу? Она говорит, да, окей, поехали. И она втихаря, прямо в больнице, что врачи не видели, потому что врачи сказали, нельзя ничего, стала давать, эти наши ферменты, ассимуляторы, то есть я стал разжать ей кровь. А ферменты что еще? Детокс как раз. А что именно давали? Интересно. Детокс. Самое главное, это ассимилятор. В этом случае давали ей. Вообще детокс. Эцетил, ассимилятор, H2500, параллера вода. Все. Потому что именно эта связка дает очень возможность классно разжижать кровь, чтобы кровь была текучая, чтобы было выснованавливаться. Все. Через месяц, опять-таки, мы ее забрали из больницы. Сейчас у нее сняли группу. У нее была группа инвалидности. Она сейчас себе купила дом, живет себе в огороде, возится, купила себе скот и уже живет сколько? Лет восемь. Восстановилась? Восстановилась? Да. Но так как я знаю, что у нее инсульт был, она чуть-чуть притормаживает все равно. Ну как? Она не так быстра, как я, допустим. Я ей говорю. Ну, понятно. Она подсупливает, поэтому я подкармаживаю, чтобы она допетривала. Но это я чувствую. Если человек не знает, что у нее такое было, ну, просто есть такие люди, есть люди, знаете, которые до жирафа доходят. И поэтому я стараюсь не помедленнее говорить. Так, в целом, ну, ты не скажешь, что больной человек. Совершенно такая здоровая женщина. Вот и все. Есть у нас в случае мальчик Юрис из Риги, из Прибалтики, то же самое. Когда я его только раз увидел, он не мог сидеть, он сидел на стуле, он выпадал со стула, он до ЦПшник. И вот так вот просто колбасило, он не мог сидеть. Сейчас там пацан, ну, просто сидит, работает и строит бизнес-скороуклад. он получает 4 тысячи евро в месяц. А что он приедет? Просто вот сидит и нарабатывает. Коралловый год, да? Он пошел полностью в программе. Полностью все. Программа 90 дней. В его случае вся программа. Программа 90 дней. Вот. Это из таких, что серьезно. А вот то, что типа там давление, аллергия, это все проходит просто так прицепом. Оно просто проходит само собой. Даже нет внимания это не обращать. Это даже не диагноз. Это просто забитый кишечник. Интересно. И таких людей у них тысячи. Не один, не два, их тысячи. Человек, когда познакомился с Ириной, зовут его Артем, он работал в ГАИ, ну, к полиции, да, в свое время. Когда мы с ним познакомились, я говорю, а что ты с соплями? Он говорит, да, у меня это ринит, у меня энергия. Как только начинается весна, слезы, нос, сухи, он все капает, таблетки, йода. Я говорю, а что ты пробовал это делать? Мог бы делать лекарства, химия. Я говорю, ты пробовал чиститься? Это при чем здесь, говорит, моя задница, моему носу? На прямую зависит. Я ему опять делаю, программ 90 дней. Сейчас детокс, коловада, протарка, восстановление. Все, это другой человек. Вообще другой человек. Он забыл, что такое аллергия. Хотя до этого много-много лет он учился. Интересно, интересно. Это очень дорого стоит. Я имею в виду, что это прошло. Это стоит того. Это реально очень дорого стоит. Ко мне недавно женщина обратилась, она говорит, я хочу почиститься. Что вы предлагаете? Я рассказал, что у нас есть калиновая глина, травы. Она говорит, я сейчас была в гидроэкономной терапии. Когда, знаете, когда в задницу слангу совают и промывают. Я говорю, я вас поздравляю, говорю, вы там почистились, но вода даже у меня доходит. Это неправильно с точки зрения физиологии. Мы туда выходим и не заходим. Вот что, допустим, что делают, допустим, животные. Вот животному плохо, животное заболело. Первое, оно прекращает кушать. Второе, животное идет пить воду. Третье, она выходит, ищет такую траву, хвырей, ест траву. Потом, если когда-нибудь замечали, да, он либо вырыгивает, вот, либо это, извиняюсь, я не могу французски, высирает, прям такие вот, с этими листами. Он чистится. Им это природа дала. Поэтому она чистится через то, как ты кушаешь, через рот. Поэтому коалина, в чем ее висела? Она, попадая в руку, разбухает, и физиологически все собирает с себя и просто все это выводит. Вот и все. А сланга через задницу, это не физиологически. Ну, да ладно. А вот, она отдала там, что больше 1000 евро. Я говорю, ну, поздравляю. Я говорю, я хочу вас заверить, что вы не почистились до конца. Она говорит, почему? Я это объяснил. Я говорю, ну, да, логично. Она говорит, да что вы предлагаете? Я говорю, вот, детокс и коловаду. Она покупает, дает там 150 долларов, покупает детокс и коловаду. Вот. Она мне звонит через неделю и говорит, Анатолий, я в шоке. Я думала, что мне все почистили. Но я ошибалась. То есть у меня такое высыпается. Вы себе не представляете. Я-то уж поверьте, не представляю. Что, кто, а я представляю, потому что мне все мамочки шлют, когда, знаете, когда детишкам даем про капитал, а с ним горшок высоко, прям дрянь, горшок листов. И мне фотографируются, это посылают. А что детям дают из противопозитарного? Что именно детям? Ну, что такое? Листь шурного ореха, кора муравейного дерева, чеснок. Папайя. Папайя, да. Сколько всего. Есть программа, есть готовые решения, готовые программы, бери, покупай, давай, все. За это уже позаботились врачи, профессора, академики, все. Поэтому нам не надо париться, просто купить готовую упаковку и все. Только там есть детская доза, есть взрослая доза. Сразу говорю, что все дозы, которые есть, пишутся там, это для профилактики. Я все то, что там написано, всегда беру, нажаль на дне. Для результата. Да. Можно знать. Аленочка, эти программы у меня есть, я с собой потом поделюсь. Давайте сразу проговорю, просто время уже кончается у нас. Сейчас зум скоро может закончиться. Чтобы вы просто для себя понимали, если вы любите продукты, вам нравится, то у компании есть четыре позиции. Позиция первая, вы можете быть просто потребительным в компании со скидкой 20% покупать продукт. Позиция есть вторая, можно стать человеком, который будет пользоваться продукцией бесплатно. То есть на 200-300 долларов можно покупать продукт, не тратя деньги в семейном бюджете. Есть четвертая опция, у вас есть работа, она вам нравится, допустим, все окей, вы видите, там большие перспективы, будущее, пенсию, в конце концов, то можно иметь еще один случайный доход. Деньги небольшие, там 500 тысяч долларов, дополнительных можно иметь. А можно заниматься этим как бизнесом. Это уже, конечно, десятка тысяч долларов, хоть сотни. На рынке Америки это просто можно считать сотни тысяч долларов в месяц дохода, чистого дохода. Вот, чтобы вы просто понимали, поэтому у каждой из вас есть такая возможность пойти по всем этим четырем шагам. Точно так же, как я. Пришел, попробовал продукт, потом, жкал своим друзьям, близким, стал пользоваться им бесплатно, потом у меня свой бизнес был, я занимался движением, у меня один движение было, у меня стало там скапать тысячу долларов, они не лишние, причем для Украины это большие деньги, вы же понимаете, для России это большие деньги, для Америки может небольшие, тысячу долларов дополнительно. Вот, и когда пришел к 2014 году кризис, тогда мой бизнес уже умер, я уже пришел попробовать себя в этом как бизнесмен, то есть как построить бизнес. Сейчас у меня 11 тысяч клиентов по всему миру, в том числе в Америке, в том числе вы. Я с вами никогда не виделся, но мне это никак не мешает, понимаете, я никогда не был в Америке. Я никогда не был в Израиле, в Австралии, в Японии, в Японии, а в Японии отдыхал, вот, у меня там есть люди, которые кушают продукцию по сарафанному радио, получают результаты, рожают детей, избавляются от аллергии, из-за меня ходят, свечки ставят, помолятся. Потому что когда-то я начал этим заниматься, сам попробовал, слово рассказать одному, второму, третьему, пятому, десятому, и пошло сарафанное радио. Это так, чтобы вы понимали все на будущее. Об этом, в общем, отдельно будет поговорить, если вас это интересует. У меня есть девочки, ну, не знаю, Ира вам рассказывала, они не врачи совершенно, но они живут тоже в Америке, на Гавайях, да? Вот они за год вошли на доход в 10 тысяч долларов. За год. Здесь, в Каравангубе. Плохо ли это, хорошо? Я думаю, что прекрасно. Я думаю, даже для Америки прекрасно. Классно. Да, девчонки классные, молодцы. Я с ними лично знакома. Год назад познакомились, в феврале. Да, интересно. Да, очень изменились, очень по стране, не похудели, да. У нее был свой бизнес, у Марго, она, как это называется на английском? Клининг. Когда квартиру убирают. Убираю, клининг. Клининг, или как это называется, правильно, да, Ира? Клининговая компания. Опять пришел карантин, ее перестали пускать по квартирам, убирать, все, люди испугались, и все, ей нечего было делать. И она попробовать решила себе здесь. Попробовала так, что сейчас закрыла свой клининг, и говорит, больше ничего не хочу. Я теперь свободный человек, помогая людям быть красивыми, здоровыми, молодыми, и при этом зарабатываю деньги. Вот и всем хорошо, и всем приятно. У нее был цирроз печени, когда она начала пробовать продукты. Интересно, Анна, а как теперь, Ирочка? Она говорит, что вообще проблем с печенью больше нету, вообще, а выглядит она вот просто такая красивая гавайичка, еще с этим цветком, она всегда с красным, просто как кукла, Сережа говорит, как кукла. Так ты познакомь их, познакомь. Да, обязательно. Продолжить навстречу. Девчонкам и все. Она, конечно, очень очень занятая, но я попрошу, чтобы она тебе рассказала. Интересно, интересно. Для всех, для всех, для всех, пускай она рассказывает, всех с Эдвиничем, попрошу ее, передай передать меня, с удовольствием все расскажет, как было, как начало, что с ней стало, и сейчас как бы изменилось. Да. Так, время заканчивается, друзья мои. Что еще такие вопросы есть? Где вы проживаете, еще раз можно сказать? Украина, город Харьков. Харьков, да. Хорошо. Сейчас покажусь в Канкуне, Мексике. Да, да, да. А если, допустим, людей подписывать, ну, к примеру, то, допустим, если в Украине кого-то подписать, да, то они могут, да, как-то с вами держать связь, потому что, ну, у меня много знакомых с Украиной. У нас, у нас есть офисы по всему миру, доставка по всему миру, и у нас есть чаты, мы собираем людей в чаты, и в чате с ними переписываемся, ведем, отвечаем им вопросы, проводим вот такие зумы. Буквально 21 числа, вот 21, то есть завтра, будет у нас такой день, где вы должны платить врачи. в зуме. Вы тогда просто ссылочку получаете, это будет 19 часов по московскому времени, это по вашему, даже не знаю, сколько это будет. В 12, ориентируй, сколько это будет? В 9 утра. В 9 утра. Пожалуйста, врачи, вот расскажите про продукт, по-умному, не так, как я, по-простому, по-умному, так это, с чувством, с архитом, с расстановкой. Пожалуйста, людей приглашайте, это бесплатно, каждую среду. Каждую среду, еще раз, во сколько, что? В 19 часов по Москве. В 9 утра по-нашему, в 9 утра по-нашему. А эта запись остается, или это только все? все записи остаются. Все записи остаются, конечно. Если вы будете собирать, вот на том чате по здоровью, где все записи есть. Раз. Второе, если вы будете людей собирать, мы можем для Америки делать отдельно такие зумы, потому что у нас время, почему мы взяли время московское, 99% нашего бизнеса находится в СНГ. В Америке совсем причем. Если вы готовы взяться за это серьезно, то мы можем проводить такие же зумы, допустим, в 9 часов, в 8 вечера по вашему времени. Понимаете? Раз в неделю. Вы-то будете людей собирать, а мы будем с ними отрабатывать. Указывать им фотографии, результаты, люди будут выступать, врачи всякие, всякие темы. Мы берем, как делаем? Мы рассказываем каждый раз про какую-то систему. Допустим, берем сегодня суставы, рассказываем про суставы, почему они болят, что нужно с ними делать, какой продукт работает. На следующем следуе берем женское здоровье. Да, как там уйти от молочницы, то же самое элементарное, которое потом вызывает онкологию. Да, как, допустим, восстановить менструальный цикл. Все-все эти вещи. На следующем месяце мы берем мужское здоровье. Мы рассказываем женщинам простые вещи, которых никто никому не учил. Почему трусы называются семейные? Почему яйца должны у мужика висеть, а не быть прижатыми? Никто же это не знает. А мы этих вещам рассказываем. Потому что они должны быть на полтора градуса ниже, чем температура тела. Если их прижимать, ходить в боксерках, то все оказывают погибают. Потом идут, а детей нет. Поэтому на нас семейные трусы, которые вот такие, они семейные, называются, чтобы семья была. Понимаете? Утром мужчина должен вставать, должна быть потенция. Если у мужчины нет потенции, все, уже проблемы начались, надо уже заниматься. И один мужик это не признается. Он скажет, мне все хорошо, я... Ну, да. Понимаете? Ну, мы же с вами понимаем. А вы, конечно, должна утром встать, хоп, ага, все живой, отлично. Понимаете? Если нету, то все, гоните его. Если вы хотите, чтобы у вас был муж, а не любовник. Потому что муж-то вам будет, только как муж, он обвелся груш. Понимаете? С него толку, как козла молока будет. Я говорю серьезные вещи. Это падает тестостерон. Он и так падает со временем, с каждым годом у мужиков. Но это можно прокачивать. Есть вещи, которые качают тестостерон. Селен, цинк. У нас есть программа, допустим, которая это прокачивает. У нас есть классный продукт, противити появился. Там вся макоцеменная кислота, белки. То есть повышается тестостерон у мужиков. У меня 50 лет, я сдаю тестостерон каждый год. Мой врач, который я в израильской клинике, он всегда в шоке. У тебя всегда повышение. Ты что-то колешь себе? Ничего не колю. Почему? Я пью добавки. Он говорит, какие? Я говорю, вот эти вот, не привези, я тоже хочу их пить. Вот и все. Он в шоке был. Вот эти моменты мы этим обучаем. Вот у нас был, вот в тот раз, в среду, была красота. Девочка-то, как в лакоступала, почему мы стареем, что такое кожа, что нужно с ней делать. Об этом рассказывают. То есть постоянно новые темы, каждую среду. Можно под запрос, допустим, людей собрали там, вот тут мамочки собрались, можно про детское здоровье? Можно. Мы берем детского какого-то врача, и он рассказывает про детское здоровье. А у нас там есть аллергия. Мы рассказываем про аллергии. То есть закрываем потребности таким способом, пожалуйста. Сколько людей собирайте, мы готовы помогать вам в этом. Все можно по Zoom в настоящее время. Все. Да, коронавирус там помог, научил. Да. В компании есть врачи, да? Просто каждый второй. Плюнул, попал в врача. Плюнул еще раз, опять врач. Интересно. И просто немедленно, потому что они, ну, они, они не верят, что это возможно. Они приходят доказать, что это не работает. Они берут состав. Трава такая, трава такая, трава. Это не может так работать. Давайте проверим. Ну, давайте. И все. Я даже думаю на то, что говорю, если вы не получите результат, я вам деньги верну. А не было, тем более давайте. Все. Но я же знаю, я же хитрый. вопрос. Нет, сейчас закончу мысль. У меня есть такой ключик к здоровью. Это врачи, когда ты приходишь к врачу, они задают тебе наводящие вопросы. И потом понимают, что у тебя за диагноз. Так вот, мы взяли врачей наших, профессоров, академиков, составили врачи по системам 12. Человек отвечает на эти вопросы, потом пишет цифркой, и мы видим, где у него система в норме, где перегружена, а где уже большие проблемы. Он уже это видел. Я беру, у человека стоит подпись и число. Беру эту бумажку себе. Мы начинаем с ним идти. 90 дней. Я говорю, ну как? Ну, вы знаете, ну, что-то там где-то как-то есть, ну, вроде бы не есть, ну, вроде бы там что-то хорошо, ну, прям, что-то, что-то я хотел, не получилось. Я говорю, отвечу, давайте проверим. Я опять открываю ключик к здоровью, заполняйте. Она заполняет. Я беру тот. Друг на друга вот так, хоп, давайте сравнивать. И когда мы сравним, они вот такие болты. Я говорю, это ваша подпись? Да. Это вы писали? Да. Так почему же такая разница? Ой, точно, я забыла. Ой, у меня же одышка прошла. Я храпеть перестала. Я перестал пить таблетки от давления. Я говорю, аллилуйя. Почему? А когда приходят результаты, люди этого не замечают, понимаете? Да, они это точно. А у меня есть факты, ее листок заполняла, проблемы ее, а их уже нет. И все, они не могут поспорить. И потом они говорят, Анатолий, все, будь нашим гуру, давай. Мы хоть и врачи, хоть 7 лет этому отдали, а ты нас двоечников, но ничего страшного, мы тебе в этом доверяем. Я реально двоечник, я этого не скрываю. У меня 8 класса образования. Но, что касается здоровья, я в этом, ну, я обычно говорю, не буду говорить как, меня Ира знают. Я гуру в этом. Почему? Через меня прошло тысячи людей. Тысячи. Если б я, ну, я заявляю, я знаю, о чем я говорю. Тысячи людей. Поэтому я знаю, как это работает. Почему? Я знаю физиологию хорошо. Я ее хорошо изучил. Я ездил на курсы, много почитал. Я знаю, что если человека поить, очистить, вывести глисток и накормить, то клетка сама поможет ему. Все. Авиценна говорил, мы то, что мы пьем, а Гиппократ говорил, мы то, что мы едим. У нас в Карау-Клабе есть две вещи, то и другое. Помогите организму, в нее надо лезть, в нее не надо лезть, он сам умный. Если поднимается у человека давление, это не просто так, его нельзя сбивать. Если давление поднимается, значит, у тебя забиты сосуды и мотору, у него задача прокачать, чтобы тебе до мизицы кровь дошла, ему приходится кровь качать. Значит, у тебя кровь густая, значит, ты много сладкого ешь, ты воды не топиваешь, у тебя кровь как масло, и его тяжело гонять. Потом человек раз начинает рвать или там дристать. Начинаем опять, зачем? Организм лакидовый, все не нужно. Это нужно организму, он умный, в нем не надо лезть, ему надо помогать. Чем? Паразиты вывести, очистить и напоить, помогите ему, он сам все сделает. Вы палец разрезаете, проходит неделя, все же он заживает, правда? Да, да. То есть, мы регенерируем, не надо лезть, все само происходит, помогайте. Вот все, что я делаю, я не врач, я не лезу как врач, я говорю, я вылечу вас, нет, ни в коем случае. Я помогаю вашему организму получить то, что недополучает с воздухом, с водой, с едой, все, что я делаю, просто по системе. Там были какие-то у вас вопросы, задавайте. Скажите, пожалуйста, а какую программу от аллергии есть? Вы говорите, что аллергия уходит. Какая программа есть по аллергии? Программа 90 дней, не поверите, она работает от всего. Почему? Потому что вы состоите в миллиардах лет, 70 уровней, не поверите, да. Вот покупаете ее и едете по ней. Да, сейчас 90 программа, она идет, так и называется она или как она называется в компании? Как она называется, в компании? Так она называется, программа, а нет, это мы так называем между собой, там детокс покупаете, потом халавада, восстановление, порошил, восстановление, потом выводите, лимфоочистку, что хотите, не хотите, не делайте ради бога, но я рекомендую это все равно сделать, чтобы запах от тела ушел неприятным. и потом выходит на питание. Вот за вот эти вот детокс, калавада, детокс, порошил, уходит аллергия. Вот и все. Окей, хорошо. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну что, Ирина, на этом раз сегодня пока закончим. Спасибо большое, спасибо. Да, интересно, спасибо большое за интересный материал. вы можете пригласить своих подружек, друзей на эту информацию, и мы можем уже поработать с их друзьями, с вашими близкими, с родными, пусть они вас не услышат. Нет, пророков соматечества, давайте собирайте, завтра в 10 часов я готов точно такую встречу провести только уже для ваших людей. Скажите, пожалуйста, а каждый месяц надо обязательно что-то покупать в компании? Есть какие-то обязательства? Вы можете покупать хоть раз в год. Вопрос в другом. Вы с собой заниматься хотите как? Я всегда привожу пример. Представьте, вы пили воду с родника, потом вы говорите, нет, я буду с родника пить не буду теперь, я теперь буду месяц пить из унитаза. А так понимаю или как? Почему с унитаза, сразу скажу. Вся вода, которую вы пьете, она проходит с унитаза, идет система очищения, которая подается в водосток. Поэтому всю воду, которую пьем, она с унитаза. Готовы так делать? Да, ради бога, пожалуйста. Я не готов. Я не готов. Поэтому я тоже продаю каждый день. Да, может быть, да, я понимаю, но бывает, что можно купить там один раз на несколько месяцев или надо каждый месяц. Да, пожалуйста. Если вы хотите быть дистрибьютором, дистрибьютором, получать деньги, нужно ежемесячно покупать на 50 баллов. Это 75 долларов. В Америке не надо такое. Не надо? А, ой, сори. Сори. У вас такое не надо, да. Это же в Америке, да. Это у нас там нужно такое делать. У вас другие правила, да. У вас надо, чтобы была группа потребителей, по-моему, 150, да, Ира? Ты там скажи сама, я же никак не был. 500 баллов. За группу потребителей 500 баллов. Но ты можешь взять не больше, чем на 150 баллов вообще в месяц. Нет, ты можешь хоть сколько брать, хоть на 1000 баллов, но тебе засчитается только 150 баллов. Как бы вот. 150 баллов твоих и 350 баллов или сколько хотят группа, да, заказывает. Ну, давай так грубо. У вас есть 5 человек, которые покупают по 100 баллов на себе продукт, да, чтобы было понятно на вашем языке, скажу, да. Вы и базовая квалификация директора. Вы уже получаете свои первые деньги. Вы уже себе продукт сделали бесплатно. Да, если ты даже ничего не заказала. Даже если вы ничего не купили. У нас такого в России нельзя в Украине. Да, ну что себе. То есть, получается... Ну, так же, я пользуюсь продуктом на 1000 долларов ежемесячно, поэтому для меня на 700 баллов я покупаю продукт, на 500-700 ежемесячно. Поэтому для меня 50 баллов купить это даже не смешно, но я воды упиваю на 50 баллов в месяц. Я один упиваю. А у меня три члена семьи. Семьи так же. А что дает дистрибьютор? Что это дает? Он дает максимальную скидку, когда человек... Я скажу, вы становитесь директором, я опять-таки могу это соврать, потому что на рынке Америки я уже время не работал, может, вера подправит меня, 25% возвратную скидку со своих личных закупок и со всех закупок ваших людей, которые вы порекомендовали. Ир, так же, правильно говорю? Да, так и есть. Да, все. То есть у вас 20 уже есть в компании и еще 25. Вот максимум все, больше не бывает. То есть, грубо говоря, вы на 200 долларов ежемесячно приходите, забираете себе продукцию, не доставая денежки из семейного бюджета. Вот в чем выгодны быть директором, дистрибьютором. Это называется в кавычках бесплатный продукт, а 200 баксов покупаешься ежемесячно продукт, не тратя деньги из семейного. Все. Дальше уже вопрос только о ваших амбиций. Хорошо. А если, допустим, подписал, ну, к примеру, там люди подписаны, если по каким-то причинам они не могут купить продукт, значит, допустим, есть условия, раз в год, раз в год должна быть покупка на этот номер, как в супермаркете. Если у нас человек не покупает раз в год на карточку, то просто карточка сгорает и все может сделать на увы. Ну, там сказали, что дистрибьютор должен каждый месяц, да, там на, там его или группа его должна где-то на 500 баллов. Дистрибьютор, да, потребитель нет. Не путайте. Дистрибьютор, да, потребитель нет. И это на рынке СНГ. А Америки это не касается. Ну да, я живу в Америке, мне интересно по Америке что-то. Ладно. Потом тогда с Ирой. Нам нужно найти еще раз говорю, 10, 15, 20 потребителей. Да. Ирина вам расскажет, что она уже получает деньги, уже, слава богу, ни один месяц, ни два. Вот. И я думаю, довольна. И по здоровью есть уже свои опыта, и деньги уже получает. Ну, а что нет? Ну, если есть возможность такая, дают, пользуйся, бери. Мы же никого не обманываем, денег не просим, никого не занимаем. Попробовал продукт, понравился, понравился, расскажи другому. Вы же каждый день что-то советуете. Пошла, маникюр сделала. Подружка увидела. Ой, где-то кто-то маникюр сделала. А, у Машки. Дай телефон Машки. Все, побежала к Машке. Все. Машка маникюр сделала. Вопрос, а вы же это заработали? Нет. А вы же ее порекомендовали? Да. Пошли в кино. Все. Пошли в кино, пришла с кино, посоветовала по друзьям, те побежали в кинотеатр. Оттратили деньги. Вопрос, вы деньги заработали? Нет, мы уже порекомендовали. Да. Да. Пришли в гости. Да, я сейчас вот сегодня был в магазине, купил там себе спиртные напитки местные, мексиканские, сказали, попробуй это, это, это. Как я это делал? Вы думаете, что я сам пошел убирать? Я как зашел, там глаза разбегаются. Нет. Я позвоню к нашему виду. Завтра, в смысле, мы проедем на пирамиды здесь, на мексиканской. Я говорю, какой продукт мне нужно привезти от вас, чтобы я сказал, что я был в Мексике, и чтобы он был качественный, хороший. Он говорит, есть такой-то супермаркет, купи это, это, это под запись. Мы поехали с женой, еще не купили. По рекомендации. Понимаете? Можно еще вопрос? По рекомендации. Давайте. Я не забыла. Если, допустим, у меня очень много, я сама с Украиной, много знакомых друзей. Допустим, как мне лучше, как лучше этих людей подписывать? Все-таки, ну, я-то в Америке, то есть, мне кажется, или под себя, или искать кого-то в Украине, под кого этих людей подписать? Как лучше? Под себя, конечно. Только под себя. Они будут в Украине покупать себе продукт, а вы будете в Америке тогда получать деньги. Я понимаю. А, допустим, если они, ну, как они, кто им там расскажет? Потому что я же не расскажу всех тонкостей, чего там. Я не знаю, допустим, там же другая система. Еще раз, у нас есть чаты, да, расскажу, у нас есть чаты по бизнесу и чаты по здоровью. Мы всегда все рассказываем. Есть школы, семинары, обучение. Раз. Во-вторых, Артем, который вот спонсор, да, Ирины, он с России, он там работает с людьми. Я в Украине, я тут работаю с людьми. У нас руки длинные, мы где-то стоим людей. Без проблем. Были бы только люди. Поэтому мы встретимся, с кем угодно. Хоть живую, хоть в Афлайз, хоть онлайн. Тогда, да, надо будет ваши контакты, чтобы, если что, чтобы люди могли обращаться. Да, Риме вам даст. Хорошо, спасибо. В августе я уже буду дома, в Украине, поэтому знакомьтесь с людьми, отстыковывайте, и все. Я говорю, сейчас настолько вот мы с вами общаемся с разных стран, с разных городов, понимаете, и вообще интернет не так и ближает. Поэтому вообще без проблем. Сколько вы уже в бизнесе? Все, я вам желаю спокойно ночи. Я с 2008 года стал заниматься бизнесом. Да, достаточно. Спасибо. А продукцию пользуюсь с 2006 года. Отлично, отлично. Спасибо огромное. Ну, все тогда. Всем вам спокойной ночи. Все, будьте здоровы, спокойной ночи. И до завтра. Завтра в 9 часов, да? Да, Илька, Напишешь мне, да, там, как, что, к чему. Хорошо, спасибо большое. Ну, все, спокойной ночи. Пока. Давайте, все. бай-бай, пока-пока. Пока всем. Спасибо, спасибо огромное. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!